Привет ребята! Сейчас я покажу как сделать одно животное из фигур, которое живет у многих из нас в деревне у ваших бабушек и дедушек. Вначале загадка. Это животное пушистое, желтое, вылупляется из королупы и говорит так. Угадали? Да, это цыпленок. Его мы сейчас и сделаем. От самых внимательных зрителей в конце будет ждать сюрприз. Возьмем два темно-красных треугольника. Раз и два и положим их в самый низ экрана. Это будут лапки нашего будущего цыпленка. Потом возьмем две оранжевых прямоугольных палочки и положим их на темно-красные треугольники в вертикальное положение. Это будут ножки нашего животного. Затем возьмем один большой желтый кружочек и поместим его в центре. Это будет тело цыпленка. А вы знаете, что у которых потом превращается цыплята, есть крылья, но они не умеют летать с помощью них, например, как журавль, ворона или попугай. Теперь возьмем еще один кружочек желтого цвета и поместим его выше и правее тело цыпленка. Это будет голова нашего питомца. Потом возьмем четыре красных треугольника. Один большой, а три поменьше. Один, два, три и четыре. Один разместим справа от головки цыпленка. Он будет клювом у нашей птички. А три добавим сверху над головой и рядом друг к другу. Один, два и три. И получится гребешок для нашей птички. Терпение. Нам осталось сделать крыло, хвостик и глаза для нашей симпатяшки. Берем маленький белый кружочек и ложим его на голову между клювом и гребешком. А на него положим кружочек еще меньше черного цвета и сделаем зрачок для цыпы. Потом возьмем овал светло-желтого цвета и положим его на туловище цыпленка в вертикальное положение. И немного наклоним вправо. Вот так. И последний штришочек. Берем маленький оранжевый треугольник и ложим его слева от туловища цыпленка. Это будет хвостик цыпленка. Все, цыпленок готов. Напишите нам в комментариях, какого бы животного вы хотели увидеть в следующий раз. А сейчас сюрприз за наш с вами общий труд. Сейчас я вам покажу, как можно из разноцветных фигур сделать домашнее животное. Вы смотрите и запоминайте. А потом сможете сами повторить. Давайте уже скорее начнем. Это животное любит пить молоко, кушать рыбку и когда оно радуется, то звучит как холодильник. Угадали? Правильно! Это котик! Его мы сейчас и сделаем. Возьмем четыре голубых прямых палочки. Один, два, три, четыре. И поставим их вертикально недалеко друг от друга. Это будут лапки котика. Потом возьмем квадрат голубого цвета. Поставим выше и левее лапок. Это будет шея котика. Возьмем овал, тоже голубого цвета. Поставим правее лапок и шеи в вертикальное положение. Это будет хвост нашего питомца. Теперь возьмем большой голубой овал. И поставим его горизонтально между лапок, хвоста и шеи котика. Картинка уже вырисовывается, но чего-то не хватает. Хм. Не знаете чего? М? А, точно! Головы! Берем круг голубого цвета и ставим его выше шеи котика. Потом два темно-синих треугольника и уложим их выше головы. А на них добавляем белые треугольники поменьше. Так, уши уже есть. У нас остались глаза, рот, усы, брови и нос. Берем два светло-желтых овала и ложим их горизонтально. Это будут усы котика. Добавляем шесть черных палочек. Один, два, три, четыре, пять и шесть. Вот, усы уже готовы. Теперь возьмем розовый треугольник и положим чуть выше усов. Это будет нос. Потом возьмем красный треугольник и положим его чуть ниже усов. Замечательно! Осталось совсем чуть-чуть. Делаем глаза. Берем два белых овала и разместим их вертикально выше носа и усов. Вот так. Потом добавим два коричневых овала на белые овалы. Возьмем четыре палочки. Один, два, три и четыре. Две из них разместим слева от левого глаза, а две от правого глаза. Отлично! Теперь у нашего котика есть и ресницы. Возьмем еще четыре палочки и разместим над глазами. Один, два, три и четыре. Все, наш котик готов. А теперь сюрприз! Тебе понравилось? Тогда не забудь подписаться на канал, оценить и поделиться впечатлением о видео. Привет! А я вас так ждал! Меня зовут Чубри, и я узнал, как можно сделать одно животное из фигур, которое вы точно знаете. Для начала загадка. Это животное считается лучшим другом человека. Бегает на четырех лапах и говорит вот так. Угадали? Правильно! Это собака! Сейчас из всевозможных фигур я буду делать собачку. А вы знаете, как сделать собачку? Нет? Тогда садитесь поудобнее, смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. А я вам покажу. И если вы досмотрите до конца, то в конце вас будет ждать сюрприз. Берем светло-оранжевый круг. Это будет голова нашей собачки. Потом возьмем темно-красный полукруг. И положим его чуть-чуть левее головы, нашего будущего пёсика. Теперь возьмем два светло-оранжевых полукруга чуть поменьше. И разместим их в самый низ темно-красного полукруга. Вот так. Потом добавим еще два полукруга, поменьше. Справа от каждого из светло-оранжевых полукруга. Это будут лапки нашей собачки. Сейчас мы возьмем два одинаково красных треугольника и положим их сюда и сюда. Они станут хвостом и ухом нашей собачки. Вот, уже что-то похожее на собачку, но не хватает глаз. Мы возьмем один белый круг и поместим его сюда. Чуть выше и правее середины головы. А в него добавим круг темно-синего цвета. Сместим его чуть правее от центра белого кружка. Вот так. Теперь возьмем круг чуть побольше для мордашки нашей собачки светло-красного цвета. И положим его сюда. А над ним положим черный кружочек. Почти все готово. Осталась еще одна фигура. Это темный красный треугольник, который мы разместим под мордочкой. Все, собака готова. Вы сможете сделать такую же у себя дома. А сейчас все. Пишите в комментариях, какое животное вы хотите, чтобы мы сделали в следующий раз. До скорой встречи. Ах, да, забыл. А теперь сюрприз. Сейчас мы сделаем из фигурок одно животное. Но какое именно, вы узнаете отгадав загадку. Вы готовы? Это животное живет в норке, имеет большие уши и длинный хвост. А самое главное, очень любит кушать сыр. Угадали? Конечно же, это мышка. Ее мы сейчас и сделаем из разноцветных фигурок. Если вы будете внимательно смотреть, то сможете сделать свою мышку у себя дома. А самых внимательных ждет в конце сюрприз. Сделаем туловище мышки. Сделаем туловище мышки. Возьмем светло-голубой полукруг и положим в центре. Потом возьмем такого же светло-голубого цвета треугольник и положим его на полукруг слева. Это будет голова мышки. Теперь добавим пузико мышки из оранжевого полукруга и положим его вниз в туловище. Следующим возьмем два синих полукруга и положим по краям пузико мышки снизу. Вот у мышки уже есть лапки. Теперь возьмем два полукруга голубой и белый и сделаем мышке ушко. Вот так. Теперь сделаем носик мышки. Взяв фиолетовый кружочек и положив его в левый угол светло-голубого треугольника. Отлично! Носик у нас уже есть. В следующем добавим белый кружочек, чтобы сделать глазик и на него сверху положим зеленый кружочек, сделав мышке зрачок. Почти все готово. Осталось совсем чуть-чуть. Но чего же не хватает мышки? Не догадались? Конечно же хвостика! Для этого нам понадобится 9 сиреневых овалов и один сиреневый треугольник. Давайте считать вместе. Добавляем овалы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. А сверху мы сделаем острый кончик из сиреневого треугольника. Вот так. Все, наша мышка готова. Пришло время волшебного сюрприза. А вы пишите в комментариях, какое животное вы хотите, чтобы мы сделали в следующий раз. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Тебе понравилось? Тогда не забудь подписаться на канал, оценить и поделиться впечатлением о видео. Заходи к нам в гости почаще и знай, мы всегда тебе рады! Субтитры сделал DimaTorzok